Недвижимость в стране начала стремительно дешеветь еще в начале этого года. Квартиры на первичном рынке, например, в Красноярске, упали в цене в среднем на 17%, на вторичном рынке до 35%. В борьбе за кошельки покупатели застройщики стали устраивать различные акции, распродажи и, как считают некоторые эксперты рынка недвижимости, цены и дальше будут снижаться. Причем не только на квартиры, но и на загородные дома и земельные участки. Риэлторы разводят руками. Спрос на недвижимость по сравнению с прошлым годом в Кремовом центре упал на 69%. Покупатели отпугивают завышенные цены на квадратные метры, да и ипотеку взять все сложнее. Поэтому продавцы вторички стали сговорчивее. Поторговавшись, можно купить у них квартиру на 15% дешевле. А вот застройщики пока держат глухую оборону и цены не снижают. О том, что будет дальше, эксперты говорят с осторожностью. По одному из прогнозов, к осени немного снизится может стоимость квартир на первичном рынке. Но покупать недвижимость все же лучше сейчас, говорят специалисты. Мы ожидаем, что как раз июль будет такое, как называется, дно, где цены будут самые дешевые. Покупатели, те, кто сейчас будет покупать, они будут покупать по самым выгодным ценам. Поэтому сейчас есть смысл спешить на рынок недвижимости и приобретать квартиру. И, возможно, даже уже осенью цены будут меняться в какую-то, может быть, другую сторону. Застройщики не столь оптимистичны, говорят, приходится сворачивать проекты и консервировать те объекты, которые уже возводят. К тому же выросла стоимость цемента и металла. Поэтому цены неизбежно поползут вверх и уже осенью. В среднем квадратный метр может подорожать на 2000 рублей, говорят застройщики. Вероятность того, что цены снизятся и снизится еще и процент по ипотеке, я не знаю, он сведен к нулю. А вот к тому, что цены начнут расти на недвижимость, потому что и так застройщики уже, наверное, практически год держат цены на том уровне, которым было в ноябре, в октябре. И они же не могут держать это бесконечно. Это же понятно, что если материалы, все комплектующие растут, то рано или поздно и застройщик придет к тому, чтобы цены увеличить на квадратный метр. Еще один застройщик говорит, у них квартиры с начала года подешевели на 10%. Причем самые ходовые, однушки и двухкомнатные. Но все-таки признают, покупатели сейчас заняли выжидательную позицию. Спрос по сравнению с прошлым годом упал в среднем на 30%. Я думаю, что настрой будет такой. По ряду видов жилья будет небольшой рост, начиная с конца августа. На вторичном рынке, безусловно, ситуация более сложная. Там, я думаю, что вот эти подвижки к повышению будут ослаблены. Но дальнейшего существенного снижения цен на первичном рынке я не вижу, потому что дальше это просто находится за рамками себестоимости. И есть очень высокая вероятность, что больше демпинг на рынке может привести, так сказать, к брошенным дольщикам, к неполучению квартиры. В крае квартиры сейчас тоже берут неохотно. По словам риэлторов, спрос снизился на 15%. Упали и цены на жилье. На рынке, так скажем, недвижимости, по продажам недвижимости, ну, застой, так скажем. То есть цены спроса нет, процент на ипотеку увеличили. Ну, я думаю, что в течение следующего года, вот с сегодняшнего дня, тенденция эта будет продолжаться. И цены упадут, как это было у нас в 2008 году. Ну, на порядок упадут цены. То есть, ну, не в два раза, но процентов на 40 точно. Больше всего упали частные дома. Упали, ну, и упала вторичка. Новостройки упали, но упали на процентов 10. На новую планировку вообще нет спроса. Все с новых переходят на старые планировки. Где дешевле, где выгоднее. Все скупается самое дешевое. Цены упали, а все остальное, в принципе, стоит уже полгода. Так все-таки покупать или не покупать сейчас жилье? Специалисты советуют, если вам нужно решить квартирный вопрос, лучше выбрать дом в завершающей стадии строительства и у проверенных застройщиков. И ни в коем случае не гнаться за дешевизной. Ведь купившись на слишком низкую стоимость, можно попасть к недобросовестному застройщику и остаться у разбитого корыта. Ольга Тишинина, Всеволод Никитин. Новости.